Таразия жильцей сразу нескольких домов требует от чиновников денег на ремонт по госпрограмме. Уверяют, коммуникации пятиэтажек уже не выдержат эту зиму и люди, а это сотни семей, просто останутся без отопления и горячей воды. И хотя модернизацию домам обещают уже третий год, каждый раз этому что-то мешает. Поэтому жильцы домов уже объединяются в коалиции. Виктория Савельева расскажет подробнее. Текущие трубы, подвалы, полные фекалии, ободранные крыши и прочие ужасы старых многоэтажек. Готовы показывать каждому жителям этих домов. Десятки жилищ Тараза, уверяют боевые женщины, просто не готовы к предстоящему отопительному сезону. Вот туда, вот дальше посмотрите. Я не понимаю, как мы прошлую зиму выжили. Вот я реально не понимаю. Вот эту зиму мы точно не выживем. Мы не выживем. Это просто нереально. Жильцы пятых этажей многоэтажек, таковых насчитывается более 15, уже разъехались по родственникам. Говорят, малейший дождь почти всегда оборачивается потопом или пожаром. Здесь соседи, ну как они были вынуждены отсюда уехать, жить в аренду, потому что невозможно жить. Все это пожароопасно, течет по проводке. Все это искрит. Но то есть получается здесь не только потоп. В итоге может получиться так, что дом сгорит. Чтобы как-то достучаться до чиновников, старшие по домам даже создали этакую коалицию. Они дружно составляют акты разрушений, собирают петиции, ходят по инстанциям. Но добиться модернизации все равно не удается. Говорят, многие их дома даже были в списках, но потом почему-то исчезли. Года нам обещают произвести ремонт нашего дома. Куда мы только не обращались. И в Акимат, Тургуно, жилинспекцию ходили. Документы два раза собирали. Все нам одобрили, все подписали. И все оттягивают. Мы обращаемся и просим, чтобы наши дома отремонтировали. Частями это бесполезно ремонтировать. На очередной сбор домоуправляющих приехали чиновники. И тут же попали в один из текущих зловонных подвалов. Долго задерживаться там не стали и поспешно заявили, что жильцы должны сами как-то пережить эту зиму. Как бы надо по-любому своими силами провести работу. Как-то надо пройти эту зиму. Мы сами заинтересованы в этом. А как нам пройти? С кого нам денег? Помочь это со стороны государства не предусмотрено. Это как бы частность, кондоминимум. Он заверил, домов в плачевном состоянии. В городе много и очередь до всех, когда-нибудь дойдет. Обещал, что части собравшихся смогут порадоваться ремонту уже в следующем году. Стоит отдать дань упорству женщин. Они решили прорваться как ему города и сделали это успешно. После долгих препирательств с чиновниками последние сдались и отправили ремонтную группу устранять самые серьезные порывы в некоторых домах. Причем за госсчет, чтобы, видимо, зиму пережили. Виктория Савельева, Денис Храмов, Катакатарас.